я ничего не делала смотри, хрень какая-то челлендж 24 пошел всем привет, я Элли Ди и сегодня мы попытаемся пробраться в чужой дом и провести там ночь и сейчас мы уже к нему направляемся это дом нашей соседки но она не совсем близко с нами живет и она там по ходу дела ой, очень глубокий снег зимой практически не живет мы так думаем, надеемся по крайней мере, пойдем сейчас посмотрим что там и как я иду, со мной собака также мой парень сейчас снимает меня всем привет и еще у меня рюкзак полной провизии, ребят короче, мы подготовились идем через лес, просто жесть эта женщина, она может сдавать дом вон он, кстати, видно его, не видно она его может сдавать мы слышали, что она раньше его сдавала но сейчас не знаем потому что все таки зима кто здесь будет жить в лесу страх какой короче, мы идем у меня собака просто в шоке так как мне тут пролезть тихо ты слышал блин не стоило мне так орать короче окна темные по крайней мере сколько сейчас время около часа ночи сидеть короче еще и время около часа ночи но на самом деле лучше уж так чем средь бела дня когда просто 10 как на ладони короче давайте подойдем к домику ближе а блин что это что может быть что это провод какой-то господи боже мой человек как капкан какой-нибудь сработает так меня ведет собака она тут все пронюхала я в этом доме ни разу не была она меня однажды приглашала такие не приглашала попросила короче купите и что-то зайти летом но я так не не попала просто обстоятельства так сложились что я так не попал сюда поэтому даже не знаю что внутри тут от марли от комаров но это видно летний вариант мне кажется она не живет здесь зимой никто здесь не живет зимой не знаю так здесь чё ковер у меня сердце колотится уже плохо так как мы попадем внутрь и ну естественно на его открытым не оставит но с другой стороны если этот дом в котором не живут она не будет здесь ничего такого хранить прямо вот сверхъестественно сверхъестественного поэтому наверное она как с человек старой советской закалки будет прятать дед ключи ключи рядом я так думаю по идее по крайней мере моя бабушка так делала раньше старой советской закалки давай короче здесь посмотрим везде под половицами под вот этим вот ковриком логично то так далеко ехать ну да мы то мы это как бы еще находимся черт знает за сколько километров от москвы и вот так вот поедешь забудь ключи особенно из старый человек все уже не вернешься так давай под этим ковриком еще посмотрим джина блин помогай господи ничего нету боже конечно я бы не пошла в дом если бы я уверен что здесь кто-то живет точно то есть у меня есть предположение что здесь живут сдают только летом потому что зимой здесь ну нет смысла же здесь лес магазинов нет никакой инфраструктуры просто короче мы не нашли ключи что делать искать да где как смотреть блин а здесь что смотри здесь какие-то полки ау джина стоять бедро горшок мы нашли ключи и я так думаю что это должны быть ключи от этого дома ну как бы конечно не факт потому что здесь у нее на участке еще есть там какой-то маленький сарайчик типа курятника какого-то ну вряд ли она его держит вообще на каком-либо замке правильно же аккуратно ничего не вижу так ну давайте короче попробуем так это не подходит вообще и это не подходит вообще а этот вот это по крайней мере зашел какой на открутить а обычно вправо до открывается сушая открыл уже тихо 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 только тихо джина заходи заходи быстрей здесь типа коридор вот у вас свет работает не ну здесь явно никого нет мне кажется это боже конечно вышли 30 раз короче мы решили запустить собаку сначала туда в ту комнату потому что ну как бы самим конечно стрёмно заходить потому что мало что моя собака у меня хороший нюх я думаю что на пронюхать джина джина внимательно можно иди она побежала нюхать все что это что там она что-то понюхала иди вот давай сюда тогда все нормально все вроде нормально ты давай зайду сниму сразу я давай слушай прям деревянный домик такой изнутри а офигенный вообще деревянный домик уютный холодильник смотри есть еще не видишь а чем может свет как-то найти где включить но тут просто в коридоре выключатель прямо сразу а здесь наверно тоже где-то должен быть прямо сразу ай ты чё что случилось как угри охренеть давай короче я сейчас попробую поискать какой-нибудь пакетик я не знаю джина ждать тут еще одна комнатная какой-то пакетик я думал посмотреть смотри хрень какая-то это что это что выключи ее блин сделай что-нибудь ща приедет блин охрана какая-то хрен значит за сигнализация блин я пытаюсь я пытаюсь быстрее я что-то сделал и чё это сигнализация да и чё сейчас будет сейчас может приехать какая-то типа охрана там я не знаю блин короче в этой сигналке оказалась сим-карта и вот вот в этой сигнализации здесь сим-карта короче и я так понимаю она должна отправить хозяину как какие-то сообщения или позвонить короче я не знаю что теперь делать там наверно надо уходить а гречка который собаку уже тут и успела подъесть чуть-чуть что делать убирать о господи давай короче буду убирать короче я поняла как здесь включить свет все быстро сейчас все убираю нафиг а как я мелкие вот эти вот единичные штучки соберу какой-нибудь веничек надо поискать надо телефон звонит ну мама не знаю ах соседка это она короче это это соседка слышь она же мой номер знает слушай бери бери не давай ты поговоришь я не буду брать на хрена мне это надо так ты полезла себе в смысле мы тут оба блин о господи господи алё да 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 здравствуйте здравствуйте да здравствуйте надежда а надежда петровна простите я просто забыла давно вас не видела след да 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 тут это что а да я здесь да я ничего нет 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 никто не звонил говори что вы здесь а там кто то есть или что но вы знаете кто там или что а в смысле влезли а не 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 надо короче полицию давайте я сама схожу давайте да 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 давайте я сейчас возьму собаку мы сейчас сходим да мы сейчас сходим посмотрим что там если что если что давайте я вам позвоню а было да я поняла хорошо хорошо да да все все хорошо я вам позвоню да 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 связь до связи она сказала что у нее зазвонила сигнализация что ей по телефону звонок был сигнализации ты был прав насчет этой сим-карты она блин сообщает когда срабатывает бывает по боже постой она сказала мне чтобы я пошла проверила fee boy чтобы я позвонила по то топ я пошла проверилаела ей позвонил учу здесь как бы все понимаешь то есть и я Она ничего, ее здесь нет, она здесь не живет. Она знает, кто здесь? Нет, она просто сказала, что у нее позвонил телефон, как типа сигнализация, которая автоматически дозвон делает. Понимаешь? И она сейчас, я ей сказала, что я пойду сюда, она меня попросила. Сама. Так, что будем делать? Слушай, короче, а если мы сейчас типа скажем, что все нормально, она мне сказала, что у нее такое было. Два раза всего лишь. Я у нее спросила, а что там кто-то типа есть? Вы знаете, кто там? Она говорит, нет. Ты говорила, я тут, это что значит? Ну, в смысле, я здесь, то есть я не в Москве, я здесь, в доме. То есть она меня спросила, ты вообще тут или ты в Москве? Она же даже не знает, что мы последний раз общались, когда? Летом? Понимаешь? Ну, да. Ну, вот, короче. И она меня попросила пойти посмотреть. Мы можем сделать следующим образом. Мы можем, короче, остаться здесь. А я ей позвоню и скажу, что все нормально. Сигналка сработала просто так, как у нее уже два раза было до этого. Да, уберем начать. Ладно, давай, уберем. Не, ну это по-любому, конечно. Ой, смотри, тут гречка прям между половиц застряла. А как мы ее достанем, выковыриваем? Так, Джин, давай я тебя сейчас отстегну. Блин, мы еще с собакой. Я знаю, что у этой соседки еще аллергия на собак. Блин. Ну, в смысле, не на собак, на шерсть, на животных у них. Все, гречку я убрала. Теперь, ребята, это точно 24 часа челлендж. Я остаюсь дома, в чужом доме на ночь. О, просто вообще шикардос. И мы сможем это все снять. Здесь достаточно уютно. И здесь, кажется, ну, посуда есть какая-то. У меня есть с собой в рюкзаке даже какая-то провидия. О, классно. Челлендж 24, пошел. Это будет даже круче, чем как я застряла в туалете с собакой. Уже был такой челлендж на моем канале, когда, короче, у меня замок сломался в туалете. Я там застряла и всю ночь там просидела. Это будет, кажется, реально круче. Давайте посмотрим, что здесь есть. А, здесь есть холодильник? Ну, может, что-то здесь есть? Голяк вообще. Да и он выключен. Он не морозит. Короче, здесь никто не живет, раз холодильник пустой, все, сразу стало понятно. Посуда. Посуда есть. Ну, я сразу увидела, полочки-то прозрачные. В принципе, все есть. А вода? Вода есть. Вообще все есть. Ну, я не знаю, газовую плиту, наверное, трогать не буду. Здесь еще. Здесь приборы. Отличненько. Слушай, так это же полный фар. Поддувай как-то, прохладно, конечно. Не очень тепло. Слушай, давай мы камин зажжем. Ой, да ладно. Гена, да мы замерзнем здесь. Нам ночь надо проводить. Ну, блин, ну это же опасно. Все-таки мы же не знаем, как им пользоваться и вообще. Я не знаю. Что, поджигаешь спичками и... Да? Точно нормально будет? Точно ничего не спали? Точно. Ну, ладно, обещаешь, да? Ну, окей. Джина, иди сюда скорее. Я тебя переодену. Естественно. Естественно. Я взяла, короче, здесь. Так как это все-таки челлендж для У24, и мы, конечно, намеревались, естественно, снимать. У меня с собой кнопка. Дальше у меня здесь есть кофточка для Джины. Иди сюда, Джин, так как она в непромокаемом комбинезоне. Давайте я переодену. Ой, Джина. Джина, кстати, я Джине мяч взяла. Она сейчас будет здесь играть. Будет ей очень весело. Ну, прыгать же. Хорошо, молодец. Да ну, здесь тепло. Даже не буду одевать эту кофту. Ну, ее нафиг. Так. Что здесь еще есть? У меня я салфетки взяла на всякий случай. Две вкусняшки. Да. Кстати, по поводу еще вкусняшек я взяла нашей собаченьки. Конечно, вкусняшки, собачьи, да. Ой, ты моя хорошая-то, а? Еще у меня есть еда. Так, две бутылочки с водой, во-первых. Ну, вода это самое главное, что нужно в таких случаях, на мой взгляд. Так. Слушай, у меня идея. Раз, короче, ты собираешься разжечь камин, я с собой взяла три сосиски. Может, мы пожарим их как раз в камине. А есть на что-нибудь проткнуть? Что-то надо поискать здесь. Так, еще есть у меня две шоколадки. Шоколадки. Мармеладки. Ну, я же не могу без сладенького, правильно? И хлеб. Кстати, хлеб можно тоже пожарить на огне. Будет очень вкусненько. Ну, короче, это все, что я взяла, на самом деле. Можно было больше, но я же не знала, что так получится. Ты не знала, что мы идем на ночь? Нет, я не знала, что нам удастся это так все. Я бы здесь, на самом деле, взяла бы дофига. И вообще, я не знала, что здесь в доме есть все. Что здесь есть вода, есть камин, что здесь тепло. Я же не знала это. Я думала, что здесь ничего нету. Давай разжигать здесь. Разжигать, разжигать. А как разжигать? Я не умею. Короче, мы заложили дрова туда. И сейчас я попробую поджечь. Я напросилась сама это сделать. Так, надо, наверное, сначала скрутить. А, вон там лежит уже все. Да, Джина, еще мяча твоего здесь не хватало. Так. А, вот здесь еще, да. Ой, ну сейчас вообще будет романтик какой-то. Прикольно. В чужом доме камин. А здесь камин еще такой внутренний. Он сейчас обогреет все помещение. Прям быстро. Ух ты. А прикольный камин, кстати. Вот, Джина, есть мяч, и это самое главное, что ей нужно. Еще есть вкусняшечки. Вот вообще все шикарно, да? О, кстати, кажется, это разожглось чуть-чуть. Ну и, ребята, раз уж мы в чужом доме, то надо и поесть нормально. У меня дома нашлось только три сосиски. Поэтому будем сейчас как-то так. Делить на троих. Так. Один шампур мы нашли. Один единственный. Здесь прямо нашли. Ну, что вы хотите. Загородный домик. Святое дело иметь шампур. Правда, один. Блин, больше не нашли. Раз, сосиска. Джина, не сходи с ума. Не сходи с ума. О, боже. Ни ножа, ничего нет. Ну, ладно. Уже слюнки текут. Когда начинаешь кушать в таких каких-то подпольных условиях, всегда разгоняется аппетит. Там, я не знаю, в лесу на пикнике, например. Постоянно. Только из-за того, что ты сменяешь обстановку и прям вот реально аппетит. Зверский. Ой, какая вкусняшка. Кто любит жарить сосиски на костре, пишите коммент. Ваши рецептики, лайфхаки. Может быть, в следующий раз мне пригодятся ваши советы. Так что обязательно напишите. Только именно в камине, да, как бы. А запах, если впитается на весь дом? Потом нас не засекут здесь, что мы тут готовкой занимались. С этой стороны, там я сейчас подпеку. Смотри. Наши пить начинает. Прям не жарко, какое-то сгорение сосисочное. Нет, мне хватит. Тут горячо. Вот. Теперь для тебя. Если бы я не снимала видео, как бы не была видеоблогером, я фиг на такой бы согласилась. Меня не вытащишь. Только ради видео я на такое готова, ребят. Только ради того, чтобы мои подписчики, зрители заценили, порадовались и подняли себе настроение. Ну, что это за баклажан? Ну, то есть еще, да, ты хочешь? Не, хватит. Хватит. Джина, нет. О, полегче. Точно, давай хлебушек сразу подкак. Короче, хлебушек это отдельная тема, ребята. Если вы куда-то едете на пикник, и у вас с собой есть хлебушек, не надо его просто нарезать. Вообще просто. Это совсем не то. Хлебушек надо сжарить. Берем прямо ломоть. Такой ломоть, чтобы вы могли, ну, как бы спокойно его зажарить. И смотрите, жарим, короче, хлеб. И он становится совершенно другой. Все-таки у тебя кулинарный канал, да? Да, да, да. После мясорубки всего этих. Острого мороженого. У меня очень много таких, очень кулинарных видео на моем канале. Если не посмотрели, ребята, обязательно посмотрите. Вот, смотрите, что получается с хлебушком. Сильно его жарить не надо, потому что будет невкусно. Короче, его нужно вот обдать вот так вот. Фу, да Джина, ну что ж такое-то? Он, короче, становится запахом, как будто бы из печки, так сказать. Все, давай кушать. Кетчупа нет, ничего нету. Слушай, а вилки, вилок нет, да? Ну, руками. Какой руками у меня салфетки есть? А для чего салфетки взялась дома? Давайте я продегустирую нашу сосиску. Ничего вкуснее я никогда не ела, ребят. О, ребят, мы поели. Прям вообще от души поели. Теперь очень интересно, конечно, здесь все обследовать. В частности, мне интересно залезть по-моему той лестнице. Потому что я такого, если честно, никогда не видела. Ого! Здесь, короче, матрасы. О, ничего себе, смотрите, здесь есть этот, как его, дарт. Я забыла даже, как эта штука называется. Смотрите. Блин. Ой, здесь карта, короче, звездного неба, слышь? Смотри, как интересно. Карта звездного неба, вот, написано. Прикольно. Класс. Пружина. Джина, хочешь мяч играть? Ребят, кстати, у меня есть канал о питомцах. И Леди Пэтс. Да, по ссылке в описании можете посмотреть. У меня там тоже ролики, кстати, каждый день выходят. И, конечно, со мной, с моими питомцами. Так что смотрите обязательно. Вообще супер. Я в комнату посмотрела, да. Да, давай, кстати. Я же так туда и толком не зашла. Ой, господи, у меня голова закружилась. Ой. О, боже, от этой высоты. Давайте посмотрим комнату теперь. Сейчас, надеюсь, никакая сирена еще не верещит. Свет здесь. Кровать. Я тут, кажется, расхозяйничалась. Джина. Ой, давай устроим варагоз здесь. Джин, прыгнешь сюда? Ой, ё. Для моей собаки ничего не стоит никуда запрыгнуть. Все, пошли. Ну, короче, как-то так. О, реально, я тебя по телеку показываю. Класс. Ой, Джина. Ой, игривая пружина. Ну, лови. Прыгай тогда, забирай. Давай мне в руку. И давай спрыгивай. Короче, Джина в любой ситуации, в любой абсолютно ситуации готова играть в мяч. Просто ей все равно где. Поэтому мяч всегда с ней. Всегда. В своем доме. В чужом. Да, в своем, чужом, вообще без разницы. В гостях, на улице, в машине. Ой, во время посещения ветеринара, прививок, играем в мяч. Правда, Джин? Это Джек Рассел Терьер, ребят. Это собака из фильма «Маска». С Джимом Керри. Смотрели такой фильм? Вот. Это тоже самая порода. Это моя Джина. Она у меня очень много команд знает. И мяч приносит. Вообще умница. Давай мне. Отойди. Еще отойди. Еще отходи. Еще, еще отойди. Да, давай, еще, еще, еще. Ну, давай, еще отходи. Еще? Еще отходи. А теперь суслик. Держать. О том, как научить и прочее, у меня есть на канале Леди Пэтс, в специальном плейлисте. Лови. Ой, ребят, после еды, после того, как мы нагрели камином здесь помещение, стало тепло. Так хорошо, челлендж прямо вообще супер получается. И я, если честно, хочу немножечко поспать. И я думаю, пора готовить время. Ой, не время, а место для отдыха. Поэтому я просто положу свою шапочку. И укроюсь курткой. Просто ноги прикрою. Сама не буду даже укрываться, потому что достаточно тепло камином нагрели. Но я только ноги вот так прикрою. На самом деле классно. Все отлично, ребят. Мне понравилось. Джина ко мне прибежала рядышком поспать. Так что мы, наверное, вместе с ней сейчас будем. Спадки. Завтра утром мы все уберем. И пойдем обратно, как расцветет. Эль, Эль, просыпайся уже утром. Просыпайся уже утром. Давай, пойдем домой. Ой, боже, Джина. А что, время сколько? Утром уже, да? Да, уже. Семь-десять. Семь непринятых. Кого? От соседки. О, боже, я ей не позвонила. О, какой кошмар. Слышал? Тучат, ребята. Подписывайтесь на канал. Увидимся в новых роликах. Я надеюсь. Все, выключай камеру.